всем привет вот и наконец-то распустился малышок полностью открылся за пару дней как цветет честно говоря я от него в восторге такая милая действительно яркая губа эти крапушки очень классный продолжаю цветение ладигизиай долго конечно на цветет для природной котлей очень долго я бы сказала держится прям цветы плотные красивые но от лепестки почему-то вывернутой назад посмотрим пока что первый раз она цветет для меня тут простычея радиата или энциклия радиата как-то она мне ну вот прям чтоб сильно я была в нее влюблена нет мне кажется что это что-то не моё кахлеата мне больше нравится ну быстренько тут пробегусь второй цветонос открылся у ред джевел тот отцвел и сразу нарастил 2 и открылся так она мне здесь стоит под крышей ну не буду на ней останавливаться вот это кстати чудо луи бандит вот ужас какой-то шумит и шумит раскрыл открыл цветочек ангрекум 10 чем не успела его словить вот бандит натуральный бандит в общем ладонько открыл мне первый цветочек это я его сюда принесла чтобы немножечко закрепить эту коряжку потому что у нас будет на выходные шоу нашего клуба и и я понесу туда эту орхидею потому что у нас теперь новая новая секция так сказать открылась для судей для судейства просто будет такое вот интересные посадки благодаря мне ну я честно говоря я на это не знаю мне самой нравилось я не хотела никого в это вовлекать но так получилось что они решили сделать такую группу орхидей ну посмотрим что с этого получится в общем даже еще и открылась открылся один цветочек орхидей там будут участвовать даже не цветущие ну вот они будут смотреть на посадке на красоту как бы на какое-то в общем вот так вот не знаю если часто ее можно встретить обычно ее как-то вот не показывают влетела стриата или китайская земельная ground orchid japan корея чайна минвар то есть она растет на земле вот так вот она у меня растет она просыпается засыпает на зиму полностью скидывает цветочки и вот такое вот такая красота мне когда-то она по так понравилось своей вот это вот рюшистой губой красивая и цветочки так постепенно один за одним улетает вот тут вот она у меня стоит рядом с моими розами на солнышке на прямом солнышке а вот там вот вдалеке видите радиата как обычно все напутала конечно эпидендрум радиканс наш местный так сказать сорняк вот так вот он у меня растет я его когда-то засунулась такой вот длинный горшочек и он тут вот на солнышке так вот греется и вот так вот он себе красиво у меня здесь цветет такими шапочками неприхотливы ну очень очень здорово смотрится опять же с моими розами ну а здесь у меня такой небольшой цветущий рай все распускается кстати мои две любимые и многими любимыми на моем канале это моя конфетти красавица нежная я знаю что ее очень-очень многие любят и красавица розелла с глори кстати пару цветочков уже даже на как-то не одновременно их распускает в этом году вот такое вот такая красота кто не знает у нее очень плотные цветы вот покажу ее название у меня спрашивали уже и и неоднократно делить какой-то кусочек ну вот я ее видите я ее даже с горшком посадила потому что она настолько была оплетена и конечно же здесь ничего вырезаться не будет отрезаться здесь в принципе и но негде просто вот не хочется ее тревожить хочется чтобы она росла и цвела в разные стороны в принципе так же как она вот и делает и мне это очень очень нравится здесь еще не полностью распустился дендробиум деликатум его сейчас перед переименовали как же он мне нравится опять так же пышно 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 расцвел я их держу сейчас еще в гринхаусе потому что не хочу чтобы их кто-то покушал закрывается здесь и хочется чтобы они дожили до вот такое вот обалденно красивое пышное цветение и так они здесь все смотрятся красиво конечно когда все расцветает у нас уже пахнет весной кто не знает у нас все 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 наоборот у вас осень у нас весна и это моя замечательная конфетти 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 вот так вот конфетти я ее когда-то давно купила ее не любят судьи она для них никакая но для меня она очень нежная эти красивые спадающие такие прям шелковые какие-то цветы этот цвет я просто обожаю переливается так на солнышке такие цветоножки темные видите под загорели на солнышке или ну в общем я не знаю кто-то мне написал какой-то гибрид потому что я знаю что ее очень многие любят и ищут не знаю ничем не могу помочь запах у нее кстати такой очень нежный нежный ну как и цветы наверно да здесь у меня кстати распускается он деле или как она африкана и анзелия африкана пару цветочков она не вытянула но что-то открывает наращивает цветы такой длинный цветонос в этом году она у меня только с прошлого года получается и вот первый раз она у меня цвела в том году и вот нарастила вот такую вот псевдобульбочку побольше название такое вот название и она вот всю зиму она спит и потом она начинает растить как-то цветонос начинает и так она бы быстро быстро начинает растить что я честно говоря даже не успела вот здесь вот еще было ответвление но потенциал конечно хорошие такой же длинный цветонос со второго цветения так она у меня растет в маленьком горшочки я не пересаживала ну а здесь удочка предыдущего видео и конечно это шедевр я не могу налюбоваться прихожусь прихожу и любуюсь этой красотой обалденные полностью открылись эти цветы огромные они действительно огромные вот вот на фоне руки на и вам покажу смотрите вот от этого до этого лепестка это вот один цветок огромный я не мерила честно скажу но мне кажется сантиметров 15 наверное есть и такая же рюшистая губа можно утонуть в серединке такая здесь красота вот таким вот названием я его покупала начале наверно того года от наших бывших членов клуба они продавали свою коллекцию пожилая пара и переехали к деткам поближе и я честно говоря очень очень рада такой реально красивый цветонос огромный просто я посчитала 13 цветов красота конечно цветонос она этот растила я рассказывала в предыдущем видео очень очень долго я честно говоря не думала что он откроется ну вот такая вот удочка она его вытянула вот сейчас 8 месяц мы здесь с декабря то есть практически она его 6 7 месяцев она его растила очень долго и вот так вот он у меня на крючке подвешен потому что сама она его не держит очень интересно в природе конечно как эти цветоносы держатся надо будет посмотреть кстати может быть они там не такие длинные вырастают ну вот у меня очень длинный он вырос и конечно он не держится тут вот он к палочке привязан ну а здесь моя кахле а то любимая я ее люблю вот вот она все таки красивее чем предыдущие энцикле так она наращивает один цветочек опять за другим второй цветонос пока что точно также и спит как и спал в предыдущем видео но этот развивается очень здорово а здесь вот бутончики цимбидиума и кстати тоже очень долго они стоят она их нарастила и они так пока что и находятся в таком состоянии проходила по кругу да если кто-то заметил я обрабатывала все свои орхидеи отрезала все такие вот пустые псевдобульбы не хотелось мне держать ну пустые это вот такие вот вот такие вот я по отрезала много обработала и как-то обновила немножечко растения посмотрим чем это все закончится вот вы видите долго так он их наращивает уже прям цветоносы так спустились если мне лавианом кажется правильного называется здесь бирочка уже тоже такая очень красивые цветы ну и вот три цветоноса так она их растит очень и очень долго конечно помните когда-то мы ездили в путешествие со мной и мне почему-то откуда-то взялась это откуда ни возьмись полы появилась у меня это энциклия вот она распустилась два цветоносика как я как я бы вам сказала ею так не пересаживала так она растет такие корешули ну такая да ну такая средние цветочки такие почему же ну никак не хотела камера сфокусироваться вот такой вот миленький цветочек но подожду когда полностью распустится два цветоноса и уже решил здесь продолжает еще цвести мой малыш еще не полностью отцвел 1 цветоносы уже портится но долго она все-таки держит эти цветочки и в принципе похожие как синея на превипедикулата гибрид но вот похоже они конечно чем-то правда ну это более такой вот как чебурашка с ушками вот так вот она лучше его видно цветочек там такие более кругленькие здесь такой ушастик здесь пока что всего лишь один цветочек но здесь рядышком распустилась лаэлия рубинсенс нежные такие цветы очень нежные долго она растит свой цветонос вот эти вот псевдобульбочки как яблочки наливные не хотела она у меня расти в горшке это очень длинная эпопея если кто пересматривал видео можно ее там увидеть и постепенно постепенно вот так вот она растит и яблочки наливает и такие вот интересные вообще люблю лилии взрастает она на высоте 1700 метров любит по прохладнее красотка и здесь еще один малышок серного все-таки здесь оказалось не 3 а 4 цветочка в этом цветоносе здорово еще один цветочек остался то от предыдущего цветоноса и здесь такие маленькие 4 звездочки открылись здоровски и вот в августе расцветают королевы дендробиумов короли кингоркит списиозум эти гроздья конечно эти цветы этот запах действительно шикарные размах конечно у него больше метра огромный огромный куст горшок кто помнит я его пересаживала есть даже где-то видео пересадки вот так вот он опять разросся корни во все стороны и как вы видите еще не полностью распустились цветы есть ожоги вроде бы очень крепкие очень плотные листья но все равно когда летом попадает солнце листья сгорают поэтому нужно искать конечно для такого гиганта притенение очень красивые ну и закончу видео наверное уже наболтала опять для сравнения вот я поставила есть поменьше форма списиозом тоже точно длинные такие же очень красивые цветоносы будут ну посмотрим ну в общем есть разница правда этот такой и этот конечно гигант гигант но красавец всем пока пока